Друзья, всем привет! Всех рад видеть! Сегодня будем с вами ловить кинг-конгов, выбирать себе будущих производителей рыбок, которых мы будем с вами растить до взрослой рыбы для того, чтобы всегда иметь хороших крупных производителей этой рыбы. Ну давайте посмотрим и уже начнем так потихонечку выбирать рыбку. С первого взгляда особо ничего в глаза не бросается, исключительно кроме размера. По окрасу рыбка практически вся одинаковая. Единственное, что какая-то дальше ближе к лампочке плыла, из-за этого она бликует. Просили снять рыбку под обычным люминесцентным светом, люмок нету, но есть вот такая вот диодная палочка, которая... У меня планка стояла, диодка вот с этого аквариума. Вот одну из этих планок я сейчас переместил над этим аквариумом, чтобы вам показать окрас рыбы. Друзья, смотрите, кинг-конги, красный рубиновый меч, то есть вообще по рубину есть такое как бы мнение, что чем светлее рыбка, тем в будущем она будет максимально ярко окрашена. Не знаю, насколько это правда. У меня рубинов, тем более такого качества рубинов до этого никогда я не имел, поэтому насчет этого утверждения я ничего вам не могу сказать. Конечно, я сейчас себе отловлю не 5, не 6 штучек, это будет, наверное, штучек 30-40 минимум я оставлю. Такое маленькое племенное стадо, которое хотелось бы мне вырастить в дальнейшем до хорошей крупной рыбы, что я уверен сделать не так-то просто. Не все мальки доживут, потому что все-таки естественный отбор, он всегда работает, и рыбка может заболеть, может просто выпрыгнуть, что-то не так сделать. В общем, все что угодно может случиться. Часть рыбок я уже себе отобрал, это вот здесь вот десяточек сидит, ориентировочно не пересчитывал. Вот эти рыбки. Смотрите, мне вот, как сказать, я беру рыбу для себя, то есть мои критерии красоты, это мои критерии красоты, то есть мне не на выставку ее довести, чтобы она всем нравилась. Мне вот нравятся меченосцы, чтобы они прям немножко такие горбатые прям были, чтобы у них прямо вот этот вот сверху прям такой аж горбик нарастал. Я люблю просто такую миссию, чтобы они получились такие мясистые красивые рыбки в будущем. Представляете, когда они будут сантиметров по десять, по восемь, да, вот этот вот красивый горбик сверху, он прям будет такой мощный, и рыба будет казаться гораздо мощнее. Ну вот мне лично нравится такое, то есть я люблю такую форму конкретно по меченосцам, чтобы сам корпус у нее был широкий, рыба была большая, то есть не маленькая. Я уже снимал ролик по поводу меченосцев, да, как вырастить крупную саблю, и там я как раз рассказывал именно про эти моменты, да, про свои факторы. Ну вот, давайте сейчас попробуем разглядеть хорошую рыбку, которую еще можно было бы себе оставить. Так, ну вот, замечательная. Вот плывет хороший такой. Я не знаю, рыбка еще не определяется, девочка, мальчик, сейчас еще ничего не понятно. Вот есть уже точный самец, вот видно, уже одна рыбка, это вот самая первая рыба, вот уже видно, что точно будет мальчик-самец, да, у него, потому что уже гоноподий начал образовываться. Но это единицы, вся рыба практически еще неопределима. Соответственно, я буду брать неопределенную рыбку, потому что в дальнейшем она вырастет крупнее, чем ранние самцы. У меченосцев есть ранние самцы, которые сразу, вот они самые маленькие, мелкие, и есть крупные самцы. Я буду брать и тех самцов, и этих самцов. Ну, давайте начинать, да. Вооружаемся оружием аквариумиста, это у нас сачочек. Сачок в данном случае небольшой, рыбки не так часто его видят в своем аквариуме, буквально последние дни, вот, да, когда их ловят. Так, ну давайте попробуем выловить вот этого красавца. Так, сейчас мы его посадим в сачок, и я вам его хочу показать. Чтобы посмотрели на краску, да, сейчас сюда его перенесем. Друзья, ну смотрите, вот он, шикарный, шикарный малечек, и запускаем его к нам. Вот он поплыл. Тоже такой горбатенький, да, как я люблю, в общем. Ну что, здесь будем рыбок активно кормить. Буду очень много кормить рыбу. Я люблю раскармливать рыбу, чтобы она прям перла, чтобы она распирала. Постоянно сытые животы были. Сегодня была отправка рыбы в города, да, и отправлял рыбу, поэтому рыбку день не кормил, сутки, да, но я, конечно, часть выловил в этот аквариум, но этим тоже не очень много корма досталось, поэтому они сейчас немножечко худенькие. А так они плавают постоянно. Объевшиеся, постоянно толстые. Так, сейчас еще будем смотреть. Ага, вот неплохая, да, плывет? Так, давай, опа, блин, все ушла. В общем, не так-то просто ловить, снимая все это на видео, рыбку, да, но, в принципе-то, можно что-то сейчас попробовать еще выхватить. Вот эту, наверное, сейчас вот она. Хорошая рыбка была у нас, убежала. Ну, тут, в принципе, они все у нас, да, в один размер. Ну, а сейчас выберем самых крупных, самых, прям, самых здоровых. Давайте я положу сачок, да, сейчас скажу, что поймаю. Самых крупных сейчас поймаю еще штучек 6-7. А потом уже начну ловить средних. Из средних самых крупных. Ну, я, в принципе, представляю, где здесь какая рыбка, вот, замечательно плывет. Вот эта, да, смотрите, какая. Просто улетная. Она такая еще светленькая, как раз, под описание подходит, да, чем старше рубин, тем он будет красивее. Если светлые, они будут самые яркие. Ну, посмотрим, да, как оно получится. Рыбки ждут корма. Ну, вот, сейчас поймаю рыбу и уже включусь. Друзья, ну что же, вот и закончил вылов я будущих производителей. В данный момент в аквариуме у нас порядка 40 замечательных меченосцев. Здесь хорошая фильтрация, хорошее обогащение кислородом. Причем вся эта стойка находится на протоке. Поэтому рыбкам, я думаю, должно здесь быть комфортно. Единственное, чтобы рыбка не выпрыгивала, здесь я что-нибудь придумаю в виде покрывного стеклышка. Или, как в данном случае, у производителей используются сетки, которые для нерестовиков, да, мы я напечатал. Вот. Поэтому, чтобы обезопасить рыбу, я ее обязательно накрою, чтобы меченосцы при выключении света начинают здорово носиться и выскакивать из всех щелей. Поэтому покрывное стекло, в данном случае, оно здесь у нас обязательно. Оставшихся рубинов, которые сейчас остаются в этой стойке, я планирую продать исключительно своим подписчикам. То есть, вся партия рыбы будет продана только моим подписчикам канала. Поэтому, если вы зашли впервые, обязательно подписывайтесь. Не забывайте поставить лайк. С вами был Артем. Задавайте вопросы, если они у вас остались. Всем пока, друзья. Удачи в аквариумистике. И здоровых, красивых и больших вам мечей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok